Да, коллеги, доброе утро. Культура в Евподаре Техино развивается, а наш Евподарийский центр культуры и досуга совсем недавно отметил свой 70-й юбилей, и поэтому мы позвали к нам директора центра Виктора Васильевича Орихина. Виктор, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, как отметили? У нас в Театре имени Пушкина в пятницу прошел вечер праздничный, посвященный юбилею. Мне кажется, он удался. Мы вспомнили, пролистали страницы истории центра досуга Дома культуры 49-го года по сегодняшний день. Потом участвовали ветеранов, получали поздравления от руководства города, от министерства, от министра культуры нашей Арины Вадимовны, от Алисы Викторовны, от Романа Георгиевича получили поздравления. И очень много поздравляли наши ученики, которые раньше занимались в наших коллективах. Это было из Австралии, из Испании, из Франции, из Германии. Много откликнулось на этот юбилей, и был очень приятный вечер. Виктор Васильевич, расскажите, сколько Вы работаете уже в центре? Я работаю ровно половину, 35 лет почти. Но директором работаю недавно, всего 20 лет. Поэтому я был руководителем ансамбля танца Евпатория. Это был очень известный коллектив. Это была гордость не только Крыма, но даже страны. Потому что в 1980 году ансамбль Евпатория участвовал в Олимпийских играх. Это такая честь, это такой высокий уровень художественный надо иметь, чтобы принимать участие в Олимпийских играх, в культурной программе. И ансамбль танца Вирского, и ансамбль танца Евпатория, это коллектива, который представляли в тот момент Украину во время Советского Союза. Это было время Советского Союза. Поэтому это очень известный коллектив. И я имел честь руководить. А сколько сейчас коллективов работает в центре? Ну, коллективы у нас 20 коллективов на сегодняшний день. Это клубных формирований разных жанров. У нас несколько хоров, танцевальные коллективы. И самое известное, конечно, это театр на ходулях, театр живой скультуры. Это востребованные коллективы. Там занимается молодежь. Они много путешествуют. Они выступают в разных мероприятиях городских, республиканских, страны. И даже уезжаем за рубеж. Мы ездили в прошлый год. И в этом году, на следующий год мы тоже поедем в Германию. Мы участники почти с 93-го года. Мы постоянно участники венецианского карнавала, который проводит город наш по братьям Людвигсбург. Ну, в общем-то, эти жизни интересны. Ну, не все коллективы молодежные, правильно? Да, конечно. Вообще у нас такое учреждение очень социальной направленности. Потому что вот шесть хоровых коллективов, где занимается возраст от 57 до 80. Вот у нас сегодня среда. Будем праздновать юбилей хористки из хора «Родные напевы». Это Людмила Михайловна Асташина. Она лет 25 поет в этом хоре. И сегодня у нас будет творческий вечер ее посвященный. То есть это публика такая почтенная. А как изменилась работа центра за последние 30 лет? Сколько в этом работаете? Ну, я ее застал, конечно, и в Советский Союз, и в украинский период. И сейчас мы находимся в России. Наше учреждение, оно всегда на переднем плане всех мероприятий культурной жизни, государственной жизни. Мы же организаторы и проводим не только праздники и увеселительные мероприятия. Мы проводим митинги, проводим патриотическую тему. У нас очень многими мероприятиями разговариваются. Это мы и 9 мая, и день вывода афганских войск, из Афгана советских войск. То есть вот вся жизнь, которую она проходит, государственно-политическая, культурная, в общем-то мы активные участники, помощники в этих делах. Я знаю, что вам собирались оплатить, собственно, той же монетой, сделать подарок и реконструировать Дом культуры за счет федеральных средств. Получилось ли? Ну да, у нас все равно хорошее и светлое будущее, мы в это верим. У нас должен был состояться капитальный ремонт, там немножко не получилось из-за аварийности. И в данном этапе, по словам управления культуры, по информации управления культуры, у нас в конце года будут выделены деньги на проектно-смертную документацию, уже реконструкции. И Роман Георгиевич у нас заверил поздравление, сказал, что все это будет, все это проходит, реконструкция будет. Я думаю, что будет готова документация уже в первом полугодии, и дальше все будет, потому что нельзя без такого учреждения ходить так долго. Ну, особенно в детской здравнице, я думаю, без вас мы не проведем ни одно мероприятие. Расскажите, как вы готовитесь к Новому году? Ну, Новый год мы проводим всегда рано, активно. В 14 декабря у нас будет слет ежегодный, большой праздник, он обычно проходит, это первый праздник не только в городе, но и в Крыму. Это Санта-Клаус отдыхает на арене Дед Мороз, к нам съезжают все Дед Морозы, много Дед Морозов с Крыма, у нас были даже рекорды из 150 Дед Морозов, 200, но они приезжают уже в украшенный город. В этом году мы будем праздновать на Караимской, постараемся уже тоже сохранить эту традицию и встретить гостей, встретить Дед Морозов, повеселить горожан, деток, взрослых, там все программы готовятся для этого. И дальше, 21 декабря открывается, сжигается огни на нашей городской елке, и мы каждый год уже много-много лет, я уже не помню сколько, мы проводим новогоднюю ночь, конечно, у городской елки. Мы проводим игровые программы, выступают творческие коллективы, Дед Мороз поздравляет, и вы знаете, очень много людей приходит, с 10 часов начинается программа, приходят родители с детьми, участвуют уже в игровых программах, потом встречать именно приходит много горожан, а в 2-3 часа площадь полная наполняется, поэтому у нас Новый год. И дальше идут праздники до Рождества, мы участвуем во всех праздниках, которые проходят на площади. Спасибо вам большое, Виктор Васильевич, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию, за то, что дарите атмосферу праздника всем жителям Детской Здравницы. Мы, конечно, желаем вам продолжать в том же духе и наконец-то получить обновленное здание Дома культуры, а пока что я передаю слово Симферополям. Спасибо вам. Настя, и спасибо вам и вашему гостю, желаем интересного и продуктивного дня, напоминаем, что с нами на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина.